Итак, давайте продолжим цикл. Добрый день. Базовых обучающих уроков проектирования в программном комплексе Autodesk Revit. Ранее в предыдущем видео, в конце на него будет ссылка, я говорил о базовых алгоритмах программного продукта, в чем разница между AutoCAD, двухмерным моделированием, 3D Max и так далее. Я начну рассказывать от и до, и постепенно будем усложнять, улучшать наши навыки моделирования, буду рассказывать об основных способах конструктирования и моделирования на примере строительства и проектирования каких-либо базовых конструктивных элементов и на примере строительных объектов, так как я напрямую связан со строительством и преподаю строительство постепенно. После установки программного продукта, который можно найти на сайте разработчика Autodesk, можно получить там триальную версию, купить лицензию, либо если вы являетесь студентом одного из российских вузов строительных, можете, если у этого вуза есть договор с Autodesk, получить студенческую версию на 3 года, и соответственно все эти инструкции сможете найти на сайте разработчика. После установки у вас появится иконка выбора программного продукта, я это буду рассмотреть на примере Autodesk Revit, ну либо просто Revit 2020, и соответственно после запуска программного продукта вы оказываетесь в первом окне так называемых панели файлов, либо панели первой рабочей среды, в котором располагается, во-первых, он разделен на две части экрана, те, кто работает в более ранних версиях, 18-19, фон вы имеете серый, я в данном случае вижу белый фон, 21-я версия точно такая же, с белым фоном, она вышла не так давно, и сейчас можно ее уже протестировать. Что я вижу в первом окне, в первой половине экрана у меня есть проекты, это либо последние открытые проекты, либо последние сохраненные проекты, либо после первой установки, это есть базовые проекты в различных архитектурных шаблонах, которые представляют нам программы разработчиков, стандартных шаблонов. Ниже панель свойств, не семейств, прошу прощения, панель, не панель свойств, а панель семейств. В панели семейств располагаются архитектурные элементы, элементы декора, инженерных систем, в общем, это базовые такие сегменты, которые могут догружаться в ваш проект. Это столы, стулья, водостоки, дренажные системы, много каких-либо элементов, парковочные места, деревья, люди, машины, все это семейство. Вы можете создавать, так же, как и проект, создавать, редактировать, открывать готовый, все это через этот набор функций. У нас есть возможность создания и открытия проекта, либо создания и открытия семейств, и, соответственно, последние используемые файлы по проекту, либо сохраненные проекты, либо те, которые вы открывали в своем программном проекте. Итак, я не буду открывать какой-либо проект, который у меня уже есть на компьютере, с которым работали мои студенты, с которыми я работал. Я начну базово обучать от и до, с панели создания самого проекта. В AutoCAD все это намного проще, там есть большая кнопка с началом работы, в Revit нужно еще поработать, чтобы создать сам проект. Небольшая тавтология, но я думаю, вы меня поняли. Создание проекта заключается в выборе шаблона первоначальном, каждый из них отличается возможными настройками. Есть архитектурный, строительный, шаблон несущей конструкции, механическое оборудование. На самом деле они различаются по конечным свойствам, и если вы в дальнейшем будете работать в каком-либо предприятии, на какой-либо организации, у них будет, скорее всего, свой шаблон, в котором вы будете продолжать моделирование. В случае строительства объектов лучше всего базироваться на архитектурном, либо на шаблоне строительства. Почему либо-либо? Потому что на самом деле у них есть дополнительные конечные элементы. Семейства различные есть дополнительно, которые в архитектурном есть, в строительном нет. И так далее. Какие-либо конечные файлы, которые вы найдете разницу, когда уже будете работать в нем. И на самом деле первоначально для базового обучения разница будет только в одном. Это в осях, это в проекциях, и это в уровнях, насколько я помню. Я буду работать в стандартном архитектурном шаблоне, он наиболее гибкий на самом деле, но и его можно в дальнейшем уже настраивать. Я запускаю архитектурный шаблон. Дальше, ну точнее не запускаю, выбираю архитектурный шаблон. Есть возможность выбора создания проекта, либо шаблона проекта. Если вы работаете с чертежом уже готовый, который уже будет перемоделькой использоваться для дальнейшего строительства, лучше всего работать с проектом, чем с шаблоном проекта. Шаблон проекта это файл RTF, насколько я помню, а проекта, именно сам проект, это RBT. Разница есть, шаблон достаточно проблематично перегнать в проект, но проект можно легко из него создать шаблон. Они отличаются по конечным настройкам, уровнем детализации и настройкам аннотативности. Я работаю в основном с проектом. Архитектурный шаблон, первый проект. После первого открытия, сейчас я закрою панели, которые могут быть у вас по умолчанию закрыты, и научимся их находить. Мы располагаемся с вами в пространстве модели, в котором уже в дальнейшем будет располагаться наш проект. Мы можем проектировать в любой его области. Многие спрашивают, что это за кружочки с треугольничками, или я их называю кружочками с клювиком. Это фасады, о которых мы еще с вами будем работать. И будем с вами о них говорить. Дальше, что у нас представлено в ленте? В ленте у нас первая вкладка, и же располагается, во-первых, файл сам, где мы можем открыть, сохранить, но об этом я расскажу под конец. Мы с вами учимся только базовым навыкам. Мы даже сегодня проектировать с вами не будем, я просто покажу на примере, и какие функции, за что отвечать. Вкладка архитектуры, в которой располагаются 85% элементов, которые вам необходимы для базового моделирования. Это и в панели строительства, всяческие возможные стены, окна, двери, стандартное семейство с окнами, с дверьми, да и со стенами, на самом деле, колонны, крыши, пол, перекрытие, ограждение стеновое, это остекление так называемое. Все эти элементы располагаются во вкладке строительства. Дальше, панель движения. Все, что касается подъемных элементов, это лестницы, пандусы, ограждение всех этих элементов. Дальше, пространство модели. Мы с вами некоторые элементы научимся создавать модели уже в дальнейшем и их использовать для добавления в сам проект. Дальше, помещение и зоны. Зонирование по объектам. Да, это полезная функция. Кстати, если вы задержите свой курсор, курсор мыши, на одной из функций, через 3 секунды у вас появляется либо текстовое описание, что выполняет эта функция, либо появится небольшое видео, как и в случае с лестницей, особенно с забежной лестницей, видео по созданию всех этих элементов. Поэтому, если в чем-то вы сомневаетесь, либо чего-то еще не знаете, просто задержите курсор. Вам видео, вспомогательное, либо текст, либо картинка покажет, что делает эта функция. Дальше, функция проемов различных. Это проемы в стене, проемы в крыше, слуховые окна. Все это с вами научимся постепенно делать. Панель основа. Функция, где создаются наши оси, которые базовые, необходимы нам для выполнения моделирования. Мы сегодня о них поговорим только вкратце, и со следующего занятия уже начнем постепенно строить объекты. Рабочие плоскости. Здесь настройка идет для детальной корректировки каких-либо элементов. Архитектурных элементов, наклонных крыш, привязок, стен. Если стандартная плоскость просто слетает в большинстве своем, если поэтапно вы выполняете все от и до, все необходимое сразу же по умолчанию цепляется к базовой рабочей плоскости, и менять ее не потребуется. Я буду рассказывать, для чего это вообще нужно в дальнейшем, и как ее исправить. Рабочую плоскость, я имею в виду. Следующая вкладка в ленте нашей конструкции. Всяческие несущие конструкции. Фундаменты, ленточные, плитные, свайные. Добавление раскосов в ферм, рам. Все это располагается во вкладке конструкции, армирование заданий нашей колонны, фундаментной плиты. Это более уже такое углубленное изучение программного продукта, и кому-то это будет полезно. Об этом я опять же буду рассказывать в одном из следующих наших видео. Не в ближайшее время, а когда мы с вами только базу изучим, и перейдем к более усложненному. Следующая. Сталь. Вкладка, появившаяся новая с 20-й версии продукта. Здесь можно отредактировать сварные швы различных элементов, состыковать элементы в конструкции при помощи болтовых соединений, произвести разрез по балкам, двутаврам, швелерам, уголкам. Все это произвести через вкладку сталь. Вкладка системы. То, что касается инженерного оборудования и обеспечения, воздуховоды, электронические кабели, силовые кабели, все это находится во вкладке системы. Вкладка вставить. Добавление в проект чертежей, PDF-ных, во всяком случае, каких-либо отображений. В 21-й версии там уже появилась возможность ссылок на PDF, но я как-нибудь сделаю обзор по 21-й версии Revit. Все, что возможно добавить в проект, располагается во вкладке вставить. Так же, как и разработка семей с добавлением и прочих каких-либо сегментов. Вкладка аннотации. Через аннотации мы с вами будем настраивать легенду наших помещений при зонировании, настраивать угловые размеры, настраивать аннотативные части. Все это будет располагаться во вкладке аннотации. Анализ. То, что относится к аналитической модели, комбинированию нагрузок, сборов нагрузок, если мы задали комбиничные настройки для самих элементов, все это находится во вкладке анализ и прочих дополнительных каких-либо элементов. Я стараюсь в максимально ужатом формате рассказывать только основные функции, которые нужны базовому проектировщику, базовому архитектору. Формы и геймплан. Здесь располагаются сложные формообразующие элементы, создание элементов по поверхности размещения, деревьев, парковочных машин, самой земли, точнее грунтового основания, я бы сказал, с земли. Дальше. Совместная работа. В случае лицензионной версии у вас есть возможность открыть доступ своего проекта, который хранится на головном сервере Autodesk, если вы туда его сохранили. И при помощи совместной работы выполнять коллективно свой проект, используя только один раздел, либо несколько вообще программных продуктов разных, выполнять расчет своего продукта, программы, расчет своего объекта, одновременно в Revit и в нескольких дополнительных программах. Так называемая совместная работа. Но о ней будем более детально рассказывать, когда будем усложнять свои навыки владения в Revit. Дальше. Во вкладке вид нас интересуют сейчас на данный момент две функции. Мы с вами постепенно будем к ней откатываться. Это и здесь настройки толщины, линей, различных шаблонов, переключение между окнами. Сейчас нас интересуют две функции, которые нам жизненно необходимы для проектирования в программном продукте. Это интерфейс пользователя. В нем нам необходимо поставить галочки на двух стандартных вещах. Это панели свойств и диспетчер проекта. Для чего он нам нужен, поговорим сейчас под конец нашего первого ознакомительного видео. Вкладка управления. Вкладка управления здесь конечная настройка самого вашего файла. Очистка его от всего ненужного. Дополнительные параметры, через которых мы с вами будем еще находить веса, линии, чтобы правильно по ГОСТу задавать толщины всех линий, типы линий, то есть чтобы они отображались не прямыми, а пунктирными и так далее. Дальше. Надстройки. Все программные продукты и оборудование, которое совместно может работать с Revit, это так называемый облачный принтер, и плоттеры, и сохранение через дополнительный комментарий, конвертацию изображения, файлы, прошу прощения. Все это располагается во вкладке настройки. Вкладка изменить, которая по умолчанию будет у нас активна при любом базовом моделировании, начиная от создания оси и заканчивая то по поверхности, мы всегда будем располагаться по умолчанию во вкладке изменить. Если вы случайно свернули эту панель ленты, либо она у вас куда-то убегает, либо вообще выглядит немного по-другому, обратите внимание на две вот таких стрелочки. Несколько нажатий на них преобразуют, соответственно, либо вы нажимаете один раз на нее, два, три, либо просто два раза нажимаете левой клавишей мыши. По рабочей плоскости можете изменить ее отображение. Это в большинстве случаев нужно для тех, кто, во-первых, хорошо умеет работать в программном комплексе, ему не нужно уже все эти иконки видеть, он может сам их под себя настроить. Либо у вас маленькое разрешение экрана, и вы хотите просто их ужать, и вам будет попроще их уже находить в дальнейшем. Итак, базово. Всегда первое моделирование мы будем располагаться с вкладки архитектуры, потому что на ней располагаются задания наших осей. Но о них мы с вами поговорим чуть-чуть в дальнейшем, когда с вами уже приступим к моделированию. Сейчас поговорим о чем. Зачем нам нужна панель свойств и диспетчер проектов? В панели свойств мы с вами будем настраивать конечные свойства материалов различных. Это и толщины линий. И чтобы у нас стены были, предположим, из кирпича, либо газопитона, либо из дерева, чтобы они имели определенную толщину, нам необходима для этого панель свойств. Чтобы найти эти элементы, нам нужен диспетчер проектов, что располагается в древе диспетчера проектов. В зависимости от шаблонов, древо может отличаться и, соответственно, отображаться по-разному, и разные пункты у него могут быть. Раскрою план этажей, нажму на плюсик. У нас есть уровень 1, уровень 2, где я их увижу на фасадах. Чтобы перейти между этими отображениями, мне нужно два раза нажимать, левые клавиши мыши по ним. Уровни на фасадах на наших, это отображение наших этажей. В рэвите по умолчанию не план этажа называется, а уровень, уровень 1, уровень 2. Мы с вами научимся их переименовать и добавлять на соответствующие виды. Чтобы перейти с уровня именно на план, на вид сверху, нам необходимо два раза нажать левой клавиши мыши на отображение самого уровня. Если вам необходимо перейти в трехмерный вид, об этом лучше сейчас углубляться никуда не буду, лучше уже останусь на такой базе. На самом деле просто перейти в трехмерный вид и найти его легко и просто, это домик. Либо в вкладке вид, и там написано трехмерный вид по умолчанию, либо в панели быстрых команд, которые также вам сейчас скажу. Это переключение между окнами, если у вас несколько проектов открыто, либо несколько файлов у вас открыто. В данном случае я уже переходил между фасадами, соответственно я между ними могу переключаться. Функция закрытия неактивных окон, то есть он оставит только то окно, на котором вы располагаетесь. Вот у меня один файл, но я ходил уже по фасадам и по уровням. Вот у меня, я в уровне располагаюсь. Нажав на клавишу закрыть неактивные виды, он у меня закроет все ненужные, оставит только тот, на котором я сейчас располагался. Он их не удалит, он просто закроет окна, чтобы компьютер не нагружался. Дальше отображение тонких линий, либо веса линий в предыдущих версиях программы. Это и в 14, 15, 16 не тонкие линии называются, а либо вес линий, либо толщина линий, по-разному это вырывается. Функция построения разрезанного, мы научимся ее находить в другой вкладке. Функция переключения между видами. Кто видел первое мое видео, я там ставил еще и камеру на некоторых видео, поэтому здесь на самом деле функция есть не только сам в трехмерный вид перейти, чтобы посмотреть на объект. У меня сейчас некуда переходить, потому что у меня объекта нет. Либо камеру, либо обход. Все это постепенно с вами научимся. Анотации, текст можно добавить. Дальше. Марки, помещения по категориям, можем не только помещения, еще и элементов. Размеры. Образмерить какой-либо элемент, то есть без выноски самого размера, просто чтобы линейкой, грубо говоря, померить в своем проекте, чтобы это не сохранилось на виде. Ну, то есть, чтобы мы не увидели цифру, а чисто измерили для себя, что-то проверили. Вывод чертежа на печать. Откат, либо предыдущее действие, либо последнее выполненное действие. Сохранение. Открытие файла. Панель главная, на которую я могу вернуться. И, соответственно, в самой основной располагается в укладке файл. Функция сохранить как. Вы можете либо сохранять свой проект, либо сохранить как и выбирать проект. И здесь вы называете свой файл, как он будет называться, и, соответственно, директория, в которой будет храниться ваш файл. И дальше уже вы сможете продолжать в этом же самом файле. Чтобы у нас ничего не происходило, никаких либо неожиданностей, я буду постепенно показывать, как строятся элементы, в чем разница, в чем настройки конечных функций различных элементов, там, стены, семейства. Научимся создавать дальнейшем семейства. И я думаю, что все пойдет у нас хорошо. Если вам понравилось это видео, как-нибудь отмечайте. Я буду очень признателен за лайки. И, соответственно, еще с вами увидимся, если это будет кому-то нужно. Всего доброго.